Ваши вопросы касались приюта Лохматая Душа. Что я о нём думаю и что вообще происходит? Я бы хотела, чтобы вы всё-таки знали, что я об этом думаю. Как вы заметили, я удалила видео на ютубе Лохматой Души, удалила видео в инстаграм. Они там оттуда пропали не самостоятельно, я сделала это намеренно. Меня уже начали обвинять в том, что ты вот сначала попросила о помощи для приюта, теперь ты удаляешь, теперь ты там говоришь, что Силич чуть ли не мошенница. Нет, я такого не говорила, не надо придёргивать. Да, удалила. Дело в том, что когда я выставила это видео, первое по поводу случившегося, я не интересовалась работой приюта, я не знала эту женщину абсолютно, мы с ней не подружки, потому что все у меня сейчас спрашивают там реквизиты, результат анализа, ну реквизиты пусть они сами вам дают. Вообще, ещё раз повторюсь, что наши подписчики, наши читатели, зрители помогли приюту в огромной степени. Это очень большие деньги, вы молодцы, успокойтесь. Не то, чтобы я совсем не доверяю, но пока я результата не увидела. И не могу сказать, что они там мошенники или ещё что-то такое. Но я бы хотела от этой истории отойти, потому что всё как-то неправильно. Начнём с корма, с того же корма, который вообще выглядел несъедобно. Ладно, там в темноте одной собачки насыпали, не заметили, но рассыпать вот это месиво просто 160 собакам, извините, я не понимаю. Я понимаю, что экономия и всё такое, но покупать корм там, где производится крысиный яд, вы уж меня простите. Да, можно сказать, что человек не знал, но я била ступина, корм, и мне тут же выдаёт производство крысиного яда. И картина, которая была с животными, то, что я видела, это очень похоже на отравление крысиным ядом именно, потому что у нас была собачка-цыганочка, если вы помните. И после отравления крысиным ядом она выглядела именно так, она также не вставала на лапы. Валентина сейчас говорит по телевизору, что, видимо, люди, которые делали корм, не рассчитали там дозу чего-то там, и поэтому возникло отравление. Не надо, давайте не будем. Не рассчитали дозу чего? Крысиного яда. Многие, видимо, знали, что несколько приютов закупают там корм, этот самый дешманский. И как-то это, видимо, не случайно получилось, потому что чуть-чуть крысиного яда, допустим, могло попасть в одну пачку корма, но, извините меня, в тонны корма оно случайно и нечаянно не могло попасть никак. Это раз. Во-вторых, вы бы купили своему животному корм там, где производят крысиный яд? Вообще, в принципе, нет, конечно, я думаю, не купили бы. И я вообще, в принципе, не понимаю, как это происходит, как это осуществляется вообще, где какие-то элементарные санитарные нормы, как может продукт питания, пусть даже для животных, производиться там же, где крысиный яд? Это ненормальный экзайд, так можно сажать уже. Но, тем не менее, у приюта позиция очень нейтральная, они как-то очень осторожно об этом говорят, хотя есть заключение экспертизы, где говорится, что причиной стала интоксикация, отек легких, то есть отравление все-таки. Отравление, значит, извините, виновные должны понести наказание, не нужно говорить, что они возможны, там, случайно, чуть-чуть яда насыпали, в общем, бред просто. В общем, тут мы не нашли общего языка. Более того, я так поняла, что поблагодарить подписчиков за помощь должна я, а не приют, хотя помогли вы очень хорошо. Напишите мне теперь, пожалуйста, на каком моменте проползут, потому что я, видимо, поздно заметила. Да, извиняться за Валентину теперь должна я. Хотя я в этой истории вообще не знаю, за что мне извиняться. Мне стало жалко животных, я сказала об этом, я призвала вас, призвала вас помочь, и, честно говоря, осталась в дураках. Просто я такого еще не видела. И это несмотря на то, что мой канал был единственным, кто указал не свои, а их реквизиты, собрал им помощь такую. Огромную помощь. С вашей помощью там все очень неплохо должно было быть, по идее. Корм выглядел несъедобно. Такое дать животному... Я не знаю, как можно было дать, но такое дерьмо, извините, у него есть нельзя. Посмотрите, у них на Дзен-канале выставлена фотография этого корма. Это несъедобно. Не то, что собачкам, кошкам, мышкам нельзя дать. Поэтому я не хочу, чтобы меня ассоциировали каким-то образом с лохматой душой. Я не хочу, чтобы меня про них спрашивали. Мне жалко животных, но... С людьми, честно говоря, мы не нашли общего языка. Моим подписчикам пишут гадости. Ну, мы тоже там, честно говоря, немножечко закусились. Поэтому... Ну, не хочу. Мы достаточно помогли. Вы достаточно помогли. И я не хочу, чтобы канал Зоумама превратился в канал а-ля лохматая душа. Давайте учним разборки. Я не хочу никого обвинять, называть там мошенницей, не мошенницей. Хотя мне уже приписали, что я якобы говорю, что они там мошенники, что они там вообще... Но я этого не говорила, конечно. Потому что, чтобы так сказать, нужно обладать какими-то фактами. У меня их нет. Я просто вижу, что... Мы разные. Мы разные вообще. У нас абсолютно разные точки зрения. Я спрашивала у Валентины, почему в первый день не написали заявление. Точнее, не у Валентины, а у ее помощницы. Они сказали нам... Ну, не до того было. Вы извините меня, но в этот момент как раз-таки до того. Надо хватать телефон, звонить, бить во все колокола и кричать «Помогите, найдите виновного». А тут получается, что производитель, ну, не виноват, наверное, случайно что-то там крысиного яда чуть подсыпали. Не рассчитали дозировку. Разве он должен там содержаться вообще? По-моему, нет. Поэтому я считаю, что вопрос с лохматой душой должен быть закрыт. Единственное, что мы дождемся сейчас результатов анализов двух собачек, которых мы собирались курировать, которых я оплачивала в клинике. Результаты я, конечно, выложу. Единственное, что могу сказать, что было проведено два теста на вирусные инфекции. Предварительно там была чумка, паровирусный интерит, но пришел развернутый анализ. Чумки не обнаружено по поводу интерита. Пока под вопросом, скорее всего, узнаем это завтра. И вот на этих анализах, наверное, я думаю, стоит, в общем-то, закончить с этим, потому что я уже не понимаю. У меня каждое второе сообщение лохматая душа, лохматая душа. Ребята, у нас 200 собак своих. Дайте нам за своих когда-то еще ответить и как-то им помочь. Мы не можем тоже полностью уйти туда с головой, тем более, что люди считают, что мы им мешаем просто. Поэтому не будем мешать никому. Ну, будем каждый заниматься своим делом. По-своему, наверное, благородным. Да, накормить животных кашей сложно. Лучше накормить их крысиным ядом, правда? Ну, лучше никаким кормом не кормить. Лучше животных, извините меня, накормить кашей и пристраивать быстренько. Но с пристроем люди говорят, что там очень сложно животное взять. А почему? С таким количеством их надо пристраивать. Их надо пристраивать много. Это для приютов корм, вы пишете такое мнение? Это корм не для приютов, это корм для убийства. Чем приюты провинились, чтобы кормить их крысиным ядом? Вы-ка тут при чем? А я не знаю, при чем я. Я просто мимо проходила, просто хотела помочь, и оказалось, что... Что зря старалась. Ну, как бы не зря животным мы помогли, но остались в дураках, поэтому, знаете, что... Не делай добра, не получишь зла. Очень хорошая подоворка. Она очень часто бывает в нашей среде актуальна. Ой, в России тяжело, поэтому так происходит волонтерство. Нет, волонтерство происходит так, как волонтеры его производят. Дело не то, что в России тяжело. Всем тяжело. Нам тоже тяжело животных тянуть. У нас тоже корма очень много уходит. Нам нужна куча лекарств. У нас животные лежат в стационаре. В Москве. Но, извините, у них также есть там два канала на Дзене. У них есть Инстаграм, у них есть Ютуб, есть выход на людей. Есть люди, которые готовы помогать, готовы пиарить. Почему бы этим не воспользоваться? Почему бы не улучшить условия? Я понимаю, что там, где 2000 животных, очень тяжело, в принципе, сделать что-то очень хорошо, потому что огромное количество. Ну, если количество проблемы, тогда надо их срочно пристраивать. Надо их срочно пристраивать. В 2000-х в содержании сотню еще можно накормить каши. Ну, не скажите. Мне вчера звонил мужчина из приюта Дора, руководитель Воронежского приюта. Он сказал, мы кормим своих животных натуралкой. У них тысяча животных, они их кормят натуралкой. Я не говорю, что кормите натуралкой, но берите хотя бы, ну, не до такой степени поганый корм, но есть же хотя бы педигри. Я понимаю, что подороже будет, придется где-то в чем-то себя ущемить. Но если уж брать животных, то не мучить их, а хотя бы минимально нормальным кормом кормить. Все понимают, что вам просто стало жалко животных, беззащитных слабых. Конечно, мне и ей, это единственная причина, по которой я отозвалась. Других причин нет и не было никогда. Это не значит, что я сказала, прям бегите, подписывайтесь на лохматую душу и доверяйте, выворачивайте карманы. Нет, такого не было. Уже написали, что никто не понесет наказание, это преднамеренное преступление. Ну, непонятно, почему тогда за это преступление не хотят наказывать. Вот мне непонятно, почему не воюют волонтеры. Три приюта пострадали, насколько я знаю, три или четыре. Почему все не молчат? Почему они еще, блин, с плакатами не вышли? Почему все прикрывают? Это что, вообще спланированная акция? Вот за это я получила по шапке педигри предложила. И я за это получила по шапке. Педигри отличный корм эконом-класса. Отличный. У нас животные его кушают вместе с субпродуктами. Там, утро, допустим, субпродукты, вечером педигри или наоборот. Они прекрасно выглядят, они прекрасно себя чувствуют. И здесь я вижу, есть люди, которые брали у нас животных, которые сейчас вот даже могут отписаться. И в каком состоянии мы животных привозим. У нас в основном, вот первое, что говорят, когда встречают животных, говорят, ой, какой толстенький. Потому что я лучше-то не буду брать. Если я не могу педигри насобирать на него по всему миру, то зачем я тогда буду мучить животных? Ну, вот по поводу денег, да, говорилось, что кармани берут, там, еще что-то не берут. Тоже мне непонятно. Ну, короче, мне непонятно вся эта политика, поэтому я думаю, что пусть каждый занимается своим делом. Вы пишете мутная история. История мутная, но, честно говоря, мутить воду еще больше в этой истории мне не хочется. Потому что мы и так уже получили очень неприятные последствия. Не хочется вываливаться в этой грязи. Мне уже под каждым постом, я бы вообще не вышла сегодня в этот эфир, но просто меня завалили сообщениями, в том числе и в личке. Какая я такая сякая. Блин, да и что я сделала плохого? Кроме того, что поделилась подписчиками и призвала людей помочь. Я не знаю, кто там освобождается от животных. Это вполне могут быть докхантеры, которые кому-то приплатили, чтобы туда чисто случайно добавили крысиного яда. Всякое бывает. Я ничему не удивлюсь. У нас все покупается и продается. Ну, если занимаются бездомными животными, то нет смысла покупать корм, которым можно отравиться. Но это логично, по-моему, для любого нормального человека. Никто не купит корм своей собаке там, где делают яд. Я просто не понимаю, как им вообще разрешили делать яд там же, где и корм заворачивают. И ничего, в одном цеху делают отраву и корм. Вроде полтора года кормили этим кормом блохматой душе. Первый звонок мой был у Валентини в тот день, когда это случилось, точнее ночью, я была в ужасе. Позвонила сразу. Я говорю, а сколько стоит этот корм? Я говорю, намного дешевле, чем тот же Педигри. Мне сказали, что он стоит разум, что ли, в три или в четыре дешевле. А что там вообще может быть в этом корме в четыре раза дешевле за пятьсот рублей мешок получается? Педигри можно, если оптом, покупать где-то за тысячу восемьсот. Ну, там хотя бы более-менее нормальная консистенция, нормальное содержание всяких веществ. Что здесь, в этих мешках, вообще непонятно. И главное, что никто никого не обвиняет. Мне-то больше всего нравится. То есть, отвечать, кто будет. И будет ли вообще? Мне кажется, нет, все замнется, все спустится на тормозах, скажут, что они какие-то дозы какого-нибудь фосфата там перепутали. В чем причина всей этой истории? Причина в том, что кто-то захотел уничтожить животных при узке массово. Других причин я не вижу, случайности я не верю. Елена Семакина из Баку тоже натуралку готовит. У нее много собак. Я вам так скажу. Это, конечно, личное дело каждого. Дело и возможностей каждого. Когда у нас было немного животных или животные, которые живут в арендованных домах, там, где постоянно люди находятся, там, где есть газ, плита, там, готовятся каши с субпродуктами. При этом, они тоже кушают корм отдельно. То есть, они поели кашу, потом они поели корм и ни в чем не ограничено. Но на передержке с этим, конечно, проблема. Когда много животных, не все могут сварить кашу. Допустим, на передержке у Александра у него печное отопление, у него вообще нету газа. И даже если бы он очень захотел, то сварить кашу на всех там, ну, просто нереально. Там нет ничего. Вот. Поэтому животные питаются субпродуктами и кормом. Также происходит на передержке в зоогостинице, где хозяин кормит их также субпродуктами, которые мы закупаем, по, где-то по 400 килограмм и кормом. Валентина Силич знала, что на этом заводе производят корм и яд. Со слов Валентина она этого, конечно, не знала. Но что стоило загуглить, там просто вводишь ступи на корм, и там сразу производство крысиного яда, там медохинника, такие-то как-то ерунда. Ну, там сразу видно. Если вы покупаете что-то где-то полтора года подряд, вы наверняка знаете, кто это продает, что они там еще производят. Владельцы других приютов знали об этом? Да, наверняка знали. Наверняка знали. я не хочу, понимаете, я не хочу сейчас кого-то оскорблять, я не хочу говорить, что Силич там мошенница, что она там какая-то там, хотя много чего пишут, мы не можем этого утверждать, потому что мы не знаем. Но и результата охрененного от этой помощи я тоже не вижу. Вот просто, скажем так, доверие особого не вызывает, а дальше уже каждый пусть решает сам для себя. просто немножко мне неприятно, что я залезла и меня замесили во все и как-то начали ассоциировать с этим приютом. Не-не-не. Мы не знакомы, мы не были знакомы и хотелось бы все это забыть как страшный сон. Ну, а если не знали, то нужно было поинтересоваться. Но опять же, если не знали, я же говорю, корм выглядит ужасно. Его есть нельзя, там просто посмотрите. Такое ощущение, что плесневелый хлеб корки просто замочено в воде и вот это вот какая-то непонятная субстанция, как ее можно было дать животным. Валентина, адекватная женщина, на ваш взгляд, или нет? По общению вполне адекватная, но мне не понравилось то, что она, вот знаете, лишь бы не было войны, вот лишь бы не было войны. Пусть разберутся, все разберутся, все там без нас типа разберутся. Я говорю, Валентина, вы трясите их, надо же наказывать как-то что-то. Все разберутся, юристы разберутся. Посмотрим. Ну да, дешевое не может быть хорошим, но опять, дешевое дешевому рознь. Я считаю, что педигри сам по себе корм, ну, из того, что есть в магазинах, он дешевый, но это корм вековой, который сто пятьсот лет покупают все, все его знают, и педигри никогда туда крысиного яда не засунет, я надеюсь, если никто не подсуетится там. Вот именно, что никто не желает разбирательства, это очень печально. Печально, и поэтому не хочу отближать. Просто и нечем кормить животных, поэтому любой корм готовы дать. Хорошо, если нечем кормить, и любой корм готовы взять, то почему приют не принимал тогда помощь кормом? Вот резонный вопрос. Собаки были голодными, он шел два дня, а этому дали. То лучше бы ничего не давали, чем такое говно, от которого парализовало 160, и 16 умерло. Ну, умерло 16, это по официальной информации.